В Библии есть слово пророк, пророки, то есть это те, кто именно предсказывал будущее, или это еще и проповедники обычные, можно считать? Проповедники. Кто проповедует и говорит о будущем, там есть, ну, возьмите варух, какой он, а он записывал то, что говорил Иеремия, это пророк. И апостол Павел об этом говорит в первом послании к Коринфянам, чтобы ревновали о пророчестве. Мы говорим, Иисус придет, это уже пророчество в чистом виде. И пророки на первом месте, а языки и другое, это потом уже. Пророчество. Так что вы, когда проповедуете и говорите о будущем, это, несомненно, делайте с пророком. Сейчас вот спрашивают, как события там, вот, Хамас, Израиль, все события будут там. Все. Мне непонятен только один вопрос. Зачем русские войска туда придут? Живым ни один не вернется. А вы говорили, что догадываетесь, почему? Извините, пожалуйста. Вы говорили, что вы догадываетесь, почему русские войска туда пойдут. Вы говорите, что догадывались. Почему? Ну, не все вслух. 17-18 главы откровения, когда будешь знать, тогда там легче рассуждать. И вы узнаете, что это такое, как третья часть человечества должна исчезнуть. Это все непростые вопросы. Сегодня это все предположительно. Но основано на Писании. А как? Да никак. Мне сколько раз-то, мы уже бесплатно поезжайте в Иерусалиме. Прямо на дом. Мы оттуда присылают. Все это. В Америку-то меня заплатили же. Я не платил. Никак не хочу. А зачем? Я все знаю, что там делается. А там такие дела из рук. Сумочки вырывают и прочее. Шпана. Я разговаривал с людьми, которые там были и вернулись, как Зоя Крахмальникова. Нет. Дома хорошо. То есть все свое. У нас одна знакомая одна. Но она я не видал ее. А его-то знаю. И он гидом был и женился на ней. Англичанка. Ну и православная. Все по-хорошему. А потом она поехала к тебе в Лондон, там где была-то. Приехала оттуда, скоро говорит, у-у-у, как я отвыкла. У нас, говорит, хотим строиться. Лежат бревна, крапивы заросло. Никому не нужно. А там тебе 10 раз и штрафуют, пока ты не уберешь их. В Германии также проедут. Крыша прохудилась, что-то выписали. То есть спельси тебя высчитают. Придет команда, сделает. А у нас-то хоть как будет. Хоть ветром снесло полкрыши. Никому ты не нужен. Вот они так. И вот это у нас с Артисон здесь, Валентина Дмитриевна. Она рассказывает. У них, если ты где-то на стороне съехал, и у тебя авария, а машина идет и не остановилась, номер запиши. С него шкуру сдерут. Мы пока стояли, сколько людей, говорит, остановилось. Мы, говорит, мы сами исправим. Тут у нас меняем колесо там или что-то. А у нас авария произошла. На работе я где живу, там на работе. А там на территорию поезд заезжает. Ну и не досмотрели, его стукнуло машину-то. Она стоит, охраняет. Люди идут. Они прям залазят и отрывают, что там есть. Не нужно. Она говорит, я хозяйка, уйдите. Пока не накрыли машину, нельзя. Все разберут. И притом не где-то внутри города. Где-то шагов, может быть, 50 от места работы. Я с ней работал. Все-таки можно кое-чему получить в других странах. Ну все, наверное. Вопросов-то почему нету? Мало. Каждый день подчищаем по нескольку раз. Игнат Тихонович, вопрос такой. А вот можно сказать, что мы живем уже как бы современники последних времен. То есть все сбывается уже на наших глазах сейчас. Да, можно. Можно. Но сказать предположительно. Господь может так. Стрелка без пяти. И когда-то молились и видят, появилась рука, кисть руки и стрелку отодвинула назад. Вот то есть это было или не было, но смысл понятен. Вплотную рядом. И апостол Павел понимал, что в последнее время. Апостол Павел. Да 2000 лет за плечами уже. Особенно события. Вот сейчас они с этой красной тёлкой. Да уже пришёл мессия этот, машеах их. Уже всё объявлено. И сосуды. И начали строить храм. Я не знаю, где они устроят. Они должны были на фундаменте Соломона, а этот будет взорванным. Мы так думали. На том фундаменте-то Соломон построил и Иисус, сын Яседеков, Зарававель. Ну, конечно, мусульмане взбунтуются. Это понятно. Мировая история прямо уже в открытую. А вот по сегодняшнему занятию. Вот пособие говорит ужасную истину, высказывает Христос. С словами «Теперь ваше время и власть тьмы». Вот сестра Девора спрашивает. Спросите, пожалуйста, Игнать Тихоновича, как он ответит на этот вопрос. А кому это сказал, Господь? «Теперь ваше время и власть тьмы»? Да. Давайте из контекста. Давайте, посмотрите. Там ответ даётся. Сейчас, минутку. Ну, так, предыдущий стих просчитайте и ещё один сзади. Предыдущий, значит, первосвященный... Сейчас, минутку. Ну, тогда Иисус сказал «Оставьте довольны» и, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус. «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Всё. «Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Пётр же следовал издали». «Это наше время, это враги Божьи всегда, власть тьмы, то есть они скрывают, что должно быть, что их ожидает. Я об одном случае вот рассказываю, не знаю, вам говорил или нет. Мне знакомый один из баптистов, он три срока отсидел, Михальков Юрий, инженер. Ну и как-то ехал, говорит, я с его слов беру это, ну я такое встречал тоже. И там цыганка, и она у каждого берёт за определённую плату, там сколько, там десятку, и по руке там, и всё, задавай, что надо. Говорят, и она знает, называет и родственников, и всё. Но он, говорит, посидел, и я, говорит, решил тоже ей. Она, говорит, взяла мою руку, посмотрела потом, как, бросила её, соскочила, ещё захотел. И его спрашивает, а что сказал? Да я три вопроса задал ей. Какой властью ты это делаешь? Ну и что? Она должна была сказать, я продала душу сатане, и сатана мне это говорит. Там один парень лежит на полке и загадал ей, сколько у меня в кармане денег. Она говорит, денег там десятка и три копейки. Он посмотрел, а три копейки нету, вот ошиблась. Она говорит, смотри, ладон, там лежит она у тебя. А у него там книжечка лежала, она там закатилась. Но люди понимали, что она не договорилась. А тут она так, и теперь, что ждёт тебя за это? Она руку-то когда бросила, что, а я продала душу сатане, гореть мне вовеки вечной с сатаной. Она легла и больше никому ничего не говорила. Спросите её, правильно я ответил, нет? Людей-то много набилось. Ну вот и всё. Какой ты властью-то делаешь? Ваше время и власть мыта советская. Сегодня для многих людей это именно так. Воруют, убивают, не слушаются. А тогда именно первосвященники, главные руководители сели на Моисеевом седалище. Их никто не садил, сели сами. Вот отсюда всё идёт. У них поговорка была, ну это учили когда, там свои учителя. Если в мире существует 10 частей лжи, кажется, неправды, лести, то 9 из них находятся в Иерусалиме. Мы это перефразировали и говорили. Если существует 10 частей безумия полного, то 9 в православии. Игорь Тихонович, вот тут Виктор Макаров очень хороший вопрос задаёт, интересный. Бытие, 17 глава, 20 стих. И о Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. И вот вопрос, что за благословения на мусульманские народы от Господа? Они же обманут и получаются. Раз вы говорите о чём, об этом и говорится. Что они не мимо прошли, речь идёт о мусульманах. Но говорится о чём? О внешнем. Их будет много, будут знатные, ну и всё остальное. Но там не говорится о спасении. А это всё перед Богом. Возьмите правило. В Российской Федерации за время перестройки 120 миллионов абортов. У них за 1400 лет ни одного аборта. Подумай, как это великое дело. У русских сегодня 1,8 ребёнка на семью. 1,8. У них 8,1 на семью. Разница есть? У вас есть дома престарелых? Мы говорим, есть. У нас, говорит, ни одного не было и не будет. Я верю. Я был с мусульманами много, беседовал. Дальше. А у вас детей бывает так, что человек погиб или что-то, и дети там в домах детских садов? Бывает. У нас ни одного не бывает. Несчастье, у трусих детей разберут, усыновят. И я скажу, он не обманывает. Я делал печи 40 лет по стране. Мне не давали право работать, я печник. Ну и мусульманам делал. И казашка одна и говорит, у нас правило такое, если замуж вышло, то солнце не должно видеть волосинку ни одну. Хиджаб. И вот среди мира этого, когда бываешь, так много что узнаешь, чего в книгах не пишут. У них есть пословица. Хочешь узнать, какой ты бедный, начни переезжать. А нас помолитесь. Услышал вчера, что на наше место посягают, будто бы здесь недруги. Чтобы нас не сколыхнули. Мы живем тут нормально. Тут у меня дом оказался не на фундаменте. И надо его с одной стороны поднять, там проще. Не знаю как. Никогда этим не занимался. Я вижу, как это надо делать. Но не делал. И материалов нету. Скобы нужны. Где достать, не знаю. Скобы. Вот так и вот. Ну сколько там, заметно. 20 длина. И рога такие просверить и забить, чтобы бревно-то держалось. А внизу сделать фундамент. Весь дом без фундамента. Еще сгнил нижний венец-то. И тут наклон маленько. Ну, мало, почти не замечен. Это мы думаем делать, ну, может быть, через месяц. Полтора. Тоже помолитесь. Это нам очень важно. Я бы тоже вопрос задал. Ну, чтобы не посчитали провокации. Кто назовет за 2000 лет, не считая Иисуса Христа, основателя или проще там, руководителя своей страны, страной, которого так бы любили люди за то, что он их так любит. Большей доверенности, пока мировая история не знает. Это кто был? Гитлер. 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 А как его увеличать? Не знаю. Адольф Алоизыч. Абсолютно правильно. Ну, что я нужен-то? Зачем, когда все знаете-то? Да. Вот посмотрите, когда показывают это, показывают исторические данные. Не я, артисты играют. Он везде едет и объединил, которые там были в Австрии, которые где, всю Европу по ноге. А страна была в полном разврате. Ничего не было. Построил дороги, чтобы каждый, каждый год мог в лучших санаториях побыть. Народ его любил. Посмотрите, как все женщины, все скидывают руки там, души не чают где-то. И он не женился. Почему? Для меня невеста, моя Германия. Deutschland über alles. Что я сказал? Это главная песня у них была. Германия превыше всего. Вот если бы он не тронул еврейский народ, то этого Генри Геймер подбивал больше. Это главный в этом идеолог был. Все было бы по-другому. Когда он их тронул, все кончилось. Проклинающий меня будет проклят. А он понял так, что они на мировое главенство. Ein tausend hier ist reich. Тысячелетнее царство. Царство это началось с Голгофы. И тысячелетнее продержалось 13 лет. И вот сегодня задают, как человек, у которого образования никакого нету, по ночлежкам скитался, есть было нечего. И самый популярный, самый знаменитый, самый приемлемый во всем мире был. Ну, который, вы знаете, как его звать? Один историк такой, он называется Суворов. И он говорит, что Гитлер понимал, что Сталин нападет через две недели. У него выхода никакого не было. Внезапно напасть и прочее. Кто этот историк? Лучший историк в настоящее время, которого советская власть дважды приговорила к смертной казни и не могли найти. Вот вопросы. Резун. Правильно, а как его звать? Виктор. Видите, все знаете. Ох, вы молодцы мои. И он, когда выходит, показано, как он парик прилепляет и дальше как идет. А то они их прячут. Мы уже об этом говорили, когда сатанинские стихи кто написал и как они его прятали. Ну что, если ничего нету? Молиться, наверное, надо. Ну, назначайте тогда, Игнат Тихонович. Хорошо. Слушайте внимательно. Алексей Журавлев, ты можешь молиться своими словами? Да, могу. Так, пропою достойно, коротко поблагодари Бога, в конце прославь Святую Троицу и громко скажи Аминь. И кто согласен с Алексеем, обязательно скажите Аминь. Во славу Божию. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Достойно есть Тякова истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашу, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово Рошую, в сущую Богородицу Тя величаем. Господи, благодарю Тебя за этот день, за занятия, которые Бородия проводит. Благодарю Тебя за Слово Божие, которое Тебе нам даровал, за духовное наследие, за святых отцов, за Матерь Божию благодарю Тебя. Помоги, Господи, посредися в этом, и быть достойными своего избрания. Аминь. Меня слышно? Слышно, Туровец еще не прославил. Слава Отцу и Сеству Духу. И ныне пресно. Аминь. Ныне пресно. Вечерку. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос.